Я понимаю, конечно, что этот русофобский зуд не дает покоя, он периодически обостряется. Друзья, ну что, у Сивого Мерина Лаврова, что уже лошадью, как-то называть, не хочется обижать лошадей в целом, но уж Сивых Меринов придется обижать. У Сивого Мерина Лаврова неудачная неделя, то его не пустили в Сербию и пришлось самолет разворачивать, то унизили в Анкаре. Сейчас расскажу вам во всем подробнее. Вы подписываетесь на канал, друзья, на 667 тысяч, это две трети миллиона. Давайте еще одну треть добьем, но две трети миллиона, друзья, это очень много, это огромная армия, и у меня есть подписчики из Украины, понятно, из России, из стран Европы, из Казахстана, из Беларуси. В общем, друзья, это настоящая армия. Поехали. Итак, Лавров полетел в Анкару. Там есть достаточно важный международный контекст. Турция начинает операцию в Сирии, и для этого они там свою, у них там идут война с рабочей партией Курдистана, с Курдами, и здесь им нужна какая-то поддержка и как минимум нейтралитет от России, и им они там свою игру ведут. Ну, а Россия, понятно, им сейчас не цепляются за всех, кто еще там их не послал подальше, а Турция в этом смысле как бы вот, ну, старается, вот мы ни вашим, ни нашим, ну, и Украине помогает, мы это с вами не раз обсуждали, там, те же Байрактары, за них большое спасибо, но и с Россией отношения они рвет, то есть пытаются максимум из всей этой ситуации получить в первую очередь для себя. Такое прагматичное отношение. И вот у него была встреча у Лаврова с Чавушаглу, это министр странных дел Турции, я его знаю лично, когда-то он был главой Парламентской ассамблеи Совета Европы, там я с ним встречался в Мюнхене на конференции безопасности, ну, в общем, знаю неплохо Мевлюта с Чавушаглу, и такой настоящий восточный политик, умный, хитрый, ничего не скажешь. Ну, и они обсуждали в том числе тему Лавров и Чавушаглу, зерна. И напомню вам кратко, ну, тут все поизвестно, Россия ворует украинское зерно там, где оккупировала территорию и вывозит, о чем уже знает весь мир, при этом не дает вывозить нашу основную продукцию через порты Одессы, заблокировав море. Весь мир на эту тему переживает, мы с вами делали не одно видео на эту тему, зависит продовольственная безопасность мира от этого. Россия все-таки пытается принизить значимость этой проблемы. Даже Лавров сегодня на этой пресс-конференции сказал не проблему, а проблемку. И вообще у Украины нет столько зерна. Ну, в общем, они боятся, что это, потому что понимают, что это значение Украины в мире поднимает, что весь мир узнал, насколько весь мир зависит от украинского аграрного экспорта. Да, так вот, сегодня прорывов там, судя по всему, не произошло. Пока предварительно идет речь о проведении встречи в Турции, возможной России, Украины, Турции и ООН на тему вывоза украинского зерна. В общем, пытаются найти какую-то конфигурацию. Перед этим звучали вчера заявления, позавчера, представители правительства Турции, что Турция могла бы выкупать его с дисконтом у нас. Ну, тоже все хотят заработать, в том числе на этой теме. Вот, ну, в общем, идет процесс, результатов пока явно нет. Лавров продолжает врать, значит, что они давно все готовы вывозить и вообще никому не мешают. Ну, да, только просто стреляли по кораблям, напомню вам, там даже несколько иностранных моряков погибло, когда российский флот или авиация обстреливали корабли и вообще заблокировали кучу кораблей в портах наших и не дают им выйти. Ну, еще, как всегда, врет, и во всем виновата, якобы же, Украина, потому что Украина заминировала подходы к Одессе. А почему вдруг Украина заминировала, да, то есть такая загадочная история. Никто же не нападал на Украину, никто не обстреливает Украину, понимаете? Здесь еще идет игра вокруг стран третьего мира, той же Африки, которые зависимы от нашего экспорта, поэтому Россия всячески пытается, значит, скинуть в себя ответственность, но, значит, надо дальше на них в этой теме давить. Была долгая подводка, но важно, чтобы вы понимали контекст, и в итоге, ну, вот это все Лавров, вот это все опять свое оттарабанил, что они не виноваты ни при чем, и тут наступило время позора. Ну, без позора теперь Мерин никуда не может выехать, то его вообще не пускают, понимаете, какой позор. Им в стиле министра иностранных дел даже долететь до Сербии. Как он спускался обгаженный и как Чавушаглу на него смотрел, как на опущенного. Он тонко это чувствует, и тот тонко чувствует турецкого коллегу. Ну, в общем, можете себе представить. Да, и тут вопрос, значит, украинский журналист задал. Ну, украинский журналист задал абсолютно правильный вопрос. А что еще, кроме зерна украденного, вы еще ворованное из Украины продаете? Ну, ответ известен, еще металл они наш продают. Я молчу про стиральные машинки, там это все-таки децентрализованное у них воровство. А металл наши, они централизованно из Мариуполя тоже воруют и вывозят. Ну, то есть, опозорил Лаврова, а Лавров, значит, ну, что он еще может ответить, друзья? Как вы думаете, что бы вы ответили на месте Лаврова? Ну, просто бы застрелились от стыда и позора. Великая страна ворует зерно. Друзья, нет, и арбузы воруют, и что-то тягают по мелочи. Нет, друзья, Лавров заговорил о деноцификации. Послушайте его ответ. Что из украденного в Украине, помимо зерна, России уже удалось продать? Еще раз. Что из украденного в Украине, помимо зерна, России уже удалось продать? А вы все думаете о том, у вас все время голова болит о том, где бы что своровать, да? И думаете, что все так поступают? Я вам отвечаю. Мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично. Избавить восток Украины от давления неонацистского режима. Вот чем мы занимаемся. А зерно, мы сегодня объяснили, что зерно может свободно транспортироваться в пункты назначения. Со стороны России никаких препятствий нет. В общем, вы можете оценить уровень этого ответа. На самом деле, конечно, весь мир знает, что происходит. Я делал вчера видео о том, что происходит в Мелитополе, где они украли все зерно, а теперь пытаются фактически украсть черешню. Ну, просто, ну, в общем, ладно. Слов нет. Кто не видел про Мелитополь видео, посмотрите, оно интересное. Оставлю ссылку в описании. Ну, и идемте дальше. Там Маша два стакана Захарова, выпив свою законную дозу, значит, выползла в свою очередь. Не все там активизировались. Путин дал команду, но идут совсем ко дну, значит, забегали. И она тоже вышла с заявлением о том, что по зерну особой тоже проблемы нет. Все, проблема преувеличена. Вы чувствуете, да, ту же самую методичку. Но вообще проблемы нет, мы ничего не блокируем. А если что, везите через Беларусь и вообще снимите санкции. Как все сочетается друг с другом, непонятно. Ну, в общем, послушайте, Машу. Выход очевиден. То есть разминирование, да, которое, ну, является ответом на вопрос, что делать, чтобы вывести зерно, разминировать путь. А дальше уже совместными усилиями, которым Россия готова, о чем говорили все и все российское руководство, гарантировать, так сказать, доводку или провод этих судов до дальнейшего следования. Ну, это банальная, очевидная вещь, если речь идет о том зерне, который заблокирован. Если речь идет о желании купить зерно у нашей страны, например, ну, вопросов тоже нет. Пожалуйста. Вот такая история, ну, тоже все понятно. Я уже об этом говорил, никто санкции никакие не снимет, категорически неприемлемо. Кстати, тут уже это понимают и в мире. И Олаф Шольц тоже сказал, что ничего, мы никого снимать не будем, санкции из Беларуси. Это очень правильно. Опять же, кто не видел это видео, посмотрите про Беларусь и о том, куда надо идти Лукашенко в сторону русского военного корабля. Сделаю спойлер. С его идеями снять санкции, чтобы они зерно везли. В общем, тема эта продолжается, и они активно пытаются найти виноватого. Ну, и параллельно, значит, как-то на этом деле что-то украсть или что-то, значит, выторговать себе снятие санкций. Но у вас же не действует санкция. Видите, оказывается, действует. Ну, а Лавров, наш главный герой этого блога, значит, Сивы Мерин еще и там еще попозорился и поныл на украинских друзья послов. Представляете, значит, молодцы ребята, украинские послы, девчонки, ребята, мужчины и женщины, которые отлично работают, что Лавров, он включил свое нытье, что обижают украинские послушатели. Я уже комментировал подобные высказывания, подобные поведения. Меня тоже иногда упрекают в том, что я не сильно выбираю выражение, но все-таки одно дело сильное выражение, а другое дело смысл произносимого. А смысл произносимого многими украинскими послами хамский. В общем, вы все услышали, понятно, это какой-то полный позор российской дипломатической службы. Вообще, Лавров войдет в аналы, как человек, который пробил дно дипломатии мировой, российской и всего. Он министр с 2004 года, вот они вместе загнивали. Представляете, 18 лет. Вместе загнивали, собственно говоря, Путин загнивал на своей должности, с 2000-го этот загнивал на своей, ну и дошли до того, чего дошли, вот этого ужаса и позора на весь мир. Но это для нас весь мир, говорит, что ужас и позор, друзья. Но Соловьев говорит, что все отлично. Поет Соловьиный помет, что все хорошо, и российские дипломаты лучше, а просто все вокруг козлы. Послушайте. Так всегда и было. Это мы себе придумали какие-то правила, мы, притом для того, чтобы нас же и обманывали. Мы пытаемся во что-то играть и удивляемся, когда кроме нас никто этому не следует. Или когда нам навязывают, говорят, ну подождите, ну как же, мы им говорим, а вы, говорят, не, 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 подождите. Мы так не договаривались. На все договоренности, на самом деле, Запад плюет. А мы последние, которые стоим и говорим, нет, есть. Еще принципы международной политики. Ну, что здесь скажешь, все, собственно говоря, понятно. Работаем дальше, занимаемся, воюем на дипломатическом фронте. Сейчас я в Германии. Сегодня была очень важная встреча в Министерстве иностранных дел с Матия, с Амлютенбергом. Он директор по всей Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии. И раньше он, собственно говоря, работал фактически помощником Ангелу Меркель. Сейчас вот это очень важная должность занимает. Это очень был важный разговор. И круглый стол сегодня проводил с большим количеством экспертов, журналистов немецких на тему поддержки Украины. В общем, работаем, друзья, дальше. И впереди следующие встречи. Буду держать вас в курсе о том, о всем, что происходит. Не забывайте подписывайтесь на канал. Здесь разбор всего самого главного. Держим строй! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!